На расширенном заседании коллеги прокуратуры Приморья подвели итоги работы за год. Край считается лидером на Дальнем Востоке по мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Мы порядка 5 миллиардов на эти цели, на поддержку семей, помимо оказания помощи и поддержки непосредственно военнослужащим. Поэтому для нас это имеет огромное значение, потому что достаточно большое количество ребят у нас находится, приморцев у нас находится в зоне свободы. Помимо губернатор заявил, что еще около 6 миллиардов рублей направлено на снаряжение и другое необходимое оборудование. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации поблагодарил Олега Кожемяка за данную работу. В Приморье делается очень много и я сегодня обратил внимание и поблагодарил губернатора региона за то, что и финансовая поддержка членов семей и военнослужащих, и в целом поддержка со стороны Приморья, тех людей, которые воюют там, на западной части нашей страны, существенно выше, чем в ряде других регионов Дальнего Востока. За это спасибо всей команде приморчан и мы все, конечно, будем и дальше поддерживать членов семей, военнослужащих и те социальные обязательства, которые взяло на себя правительство Приморья. Между правительством края и органами краевой прокуратуры выстроено эффективное взаимодействие. Когда годами люди не могут завершить там ремонт крыши, когда подрядная организация не выполняет свои обязательства, вот, то есть и были строгие меры прокурорского реагирования на это направлены. Мы со своей стороны уже поменяли руководителя фонда капитального ремонта, надеемся, что новое руководство учтет все эти недоработки и, безусловно, будет работать более взвешенно. Это, конечно, работа с теми долгостроями, которые есть у нас в крае. Впереди большое строительство объектов спорта, впереди большое строительство объектов здравоохранения. Мы продолжаем работать по комплексному развитию территории, это строительство жилья. Также губернатор Приморья отметил, что на ЖКХ в бюджете края на три года заложено почти 46 миллиардов рублей. В бюджете также заложены средства на ремонт и восстановление детских лагерей отдыха. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.